Hello everybody, hi my students, hello friends. Ну вот, уже 20 число состоялось, да? А у нас на графике стабильности Пифагора, как раз там минимум 0 стабильность, да? Ну, а главное событие, какое мы считаем 20-го было? Ну, все считают, там инаугурация Трампа, это все ерунда. Самое главное, фильм Навального, да? А уже, сейчас вот, сегодня 21-й, а уже это, просмотрела, сколько их народу-то? 50 миллионов человек почти, да? Вот сейчас смотрел, 49-48, но это только по одному каналу, там же два канала есть, Навальный Лайф и еще этот, Дождь. Там это надо сложить суммы, 52, и плюс еще два, ну, половину страны уже просмотрела. Поскольку фильм на русском, то иностранцы, конечно, не смотрят. Вот таким образом. Это главное событие, фурор, так сказать, да? И главное, позор инженерной мысли вот этого итальянского позорного архитектора, который строил этот дворец-то вот для нашего уважаемого, да, подставного лица. Вот он же, там же переделка идет, первые загрохали, там сотни миллионов долларов, да, сотни миллионов долларов загрохали, это сейчас все сломали, вплоть до мрамора там все поснято, потому что плесень. То есть это вот шедевр строительной мысли, да, из Италии прислали, мафиозного строителя, да, и построили там рядом дом, что он все время переделывал, там, осваивал эти деньги, да, туда вбухивают все время деньги вбухивают, и все время стройка продолжается. То есть позорное дело, это оно, вот это самое главное, позор этого строителя. Раньше были какие? Строители итальянца приезжали, строили тут Венецию, на берегу Невы, и потом здесь они расстрелили, а сейчас расстрелили, их расстрелить не надо было, а этого можно расстрелять итальянца, вот который там в домике маленьком живет, в самом маленьком, в кавычках, да, около этого дворца. Вот это такое событие. Ну, инаугурация само собой, ведь это же впервые в мире, что предыдущий президент, это, впервые в США, не присутствовал на инаугурации, а своей Меланией сел на вертолет и улетел, и, как говорится, с собой дать ядерную чемодачку прихватил. На работе ты не гусь, прихвати хотя бы гвоздь. Он коммунистического много от Путина взял, да, очень близость большая, да, коммунизм вот этого, да, с коммунизмом ядерную чемодачку. Но и не в этом дело. Ну, там красивая, конечно, инаугурация была красивая, великолепно то, что там они сидели на дистанции полтора метра на стуле, как все. Поэтесса выступала, шоколадка такая красивая, там, ну, и президент предыдущий Обама, там, уже весь седой, ну, столько мемуаров написал. Ну, жена великолепная у Обамы, конечно, шарф на ней великолепный, то есть с вензелем, с гермом США. Ну, и детишки у Обамы, там, внучата у нее, ну, куча внучат, то есть, это жуть какая-то. Вот, таким образом, и другие все президенты были, кроме Картера. Ну, Картера, он напуганный зайцем, и тем более 96 лет, и послали приветствие. Ну, вот это Сонна Джо, он выступал очень хорошо. Ну, лучше наших этих артистов, которые без рук и без ног, они плохо выступают у них, некрасиво, с каким-то напором. Он выступал спокойно, где надо, он там, ну, супер, ну, голливудская, подготовка голливудская. А еще Сонна Джо, он так великолепно выступал. И вспомнили Бога, и самое главное, что на инаугурации, ручки-то куда он клал-то? На вот такую толстую Библию, старинную, переплет такой старинный, все на Библию. А у нас на что кладут ручку? У нас на Библию зад кладут, а ручку на Конституцию, которую сам написал, которую сам для себя написал. Вот я буду ее выполнять, эту Конституцию, которую я сам для себя написал. Ну, позорище, это правильно. Вот такое вот клятва, да? Это контрасты. Там разложенцы капиталистические, Бог упоминает все, а тут мы тоже Бог упоминаем, но мы окунаемся, посылаем за себя Иван, он окунается. Как в этом, в Комсомольском праве, вот этот вот баранец начал петь. «Подымались Иваны, ни свет, ни заря». Вот, солнце стоит рано, а вор еще раньше, да? Пословица-то есть такая русской народной, но она и в Питаке такая пословица есть. Солнце стоит рано, а вор еще раньше. Вот таким образом. Идет креститься там по темному, по черному, почему-то. Вот таким образом. Ну, это тоже хорошо, когда иконы целуют все, но мы видим, что христианство уже на упадке, и то христианство, которое исповедует император, это явно оно против народа, да? И будет повернуто против народа. Вот так оно и есть. И служба вот эта крещенская там в золоте весь выступал, в храме в этом выступал, мы все заедино, там все, наше внутреннее, наше внешнее должно совпадать. Вот он про себя, чтобы у него наружу бригет, и внутри бригет. Вот, наружу такой красот, и внутри у него должно быть тоже все в золотое, золото кушать, да? На золотых. Вот таким образом. Контрасты. Вот с одной стороны, я прихожу к Богу молиться, вот храм создал там архитекторы, это Боанаротти какие-то пришли. И приходит какая-то там в лаптях женщина там или мужчина, плохо обутая, у нас обувь не продают. Ну, 45 размер, это самый. А для нашего медведя там надо 45 только начинать. А у нас все с 39, 38, ну, на детей. А взрослых не надо, потому что чего их? Они не доживают. Да, 46 размер, они не доживают сейчас. А вот только вот где-то до 39, и все. И дальше у них это короду на них надевает, и туда, на съезжую, как говорится, да? Ну, это вот такое 20-го. Мы уже, график стабильности у нас постоянно, мы его же изучаем. Это же тоже у нас вот. Напомню. Вот 20-е число, это январь 21-й, да? Ну, вот все события тут, которые критически 20-го, да? Ноль тоже. Ну, и что же было 20-го еще такого важного? А то, что очень интересное событие. В Испании взрывы домов. Дом в Испании. И что интересно, тоже связано с этим христианством, с императорским, императорским вариантом христианства, да? Ведь там христианство, оно же из двух частей состоит. Первое – это народное, когда народ прячется, исповедует, молится где-то в катакомбах, там, по старому обряду двумя перстами, крестится, и это, и молится по-разному, там. Некоторые потом «Аллилуй, Аллилуйя», а некоторые «Аллилуй, Аллилуйя», «Аллилуйя», «Аллилуйя», «Трегубит», там, «Двугубит» и так далее. Скрывается. И как у Лыкова, он там сидит, она по старому обряду. Это настоящее народное христианство. Ну, а когда к императору, это уже там все, это уже сено, там управление, «Лубянка», «Дубянка» и так далее, и тому подобное. И третье отделение, все, «МВД», там, все эти силовые структуры, там и храм вооруженных сил тоже, и там этот, вот, как он говорит, «Зекурат-то» этот, «Акурат», у которого Швейкар был начальником, да, главный там у них священник. Ну, про которых пишут у нас Ниндзорф, я не буду повторять. Вот это императорское такое христианство. Когда император тоже крестится, молится, на камеру все это, крестные ходы, ходил ими машут там на площадях, одежи длинные, руки все уже не видать, вот такие вот на руках намотаны, какие-то мотня на руках намотаны, длинные, подолы, как рептилии одеты, они под рептилии, да, и все золоченые, и все в чешуе. Вот так, в чешуе, как жар горя, да, вот таким образом, рептилоиды, вот. Но не в этом дело. Это событие тоже, взрыв, в Мадриде, какой дом-то взорванный? Тоже христианский, там христианские священники, их помещения, они там в основном были концентрированы. Ну а вспоминаем основной документ. А какой у нас основной документ? Это вот он, вот он, протоколы коммунистической, да, коммунистической морали. Ну тут фашизм, протоколы, да, тут ведь все есть у нас. В протоколах тут и капитализм заложен, и социализм, и коммунизм. И даже то, что после коммунизма будет тоже тут все заложено, царь иудейский, все. Мы к этому сейчас стремимся, и у нас вот такая эсхатология, что пока мы царя иудейского не поставим, над всей землей. Потому что ковид-то над всей землей, правильно? Поэтому и управление должно быть, вот мировое правительство, туда, чтобы они закомбандировали для этой оргработы. И, соответственно, денег ему туда переводят. Сейчас трубу денег открыли, пошире, и в два раза больше переводов, чем в прошлый год. За вот этот ковидный год перевели туда бабла. За грану. Это для поддержки американской вот этой всей системы. Ну где ее якобы сидит... Ну неважно. Вот взрыв тоже вот это. С 19-го, 20-го или 20-го в Мадриде этих католических священников. А мы знаем, что католицизм на него давит. И вот объявление, что Папа Римский арестован был тут. И все эти кардиналы, выезд был показан, машин шикарных, целых лебузинов по направлению от Ватикана, куда-то они подались, наверное, где у них мировая тусовка, туда полетят. Ну это пока тайно, ведь у нас же конспирологии нет. Каспирологии никакой нет. Куда вот они полетели? Неизвестно. Столько лимузинов. Больше было, чем подъезжали на инаугурации Байдена. Вот что написано в 17-м протоколе. Влияние священничества. Священничество Гоев мы уже озаботились, дискредитировали. Ну и правильно, потому что у нас кому не лень дискредитировать. Кто-то еще и раньше, там все эти социалисты, утописты, там кто-то, мультаскьё там, фигьё, муё, они французы все это. И вплоть до, говорю, вот этого вот нашего Невзорова, да, обличали. Лео Таксиль тоже недавно тоже обличал, я вот так сел. И вот мы дискредитировали. И этим разорили их миссию, которая нынче могла с каждым днём его влияние на мировые народы. Да, была бы помешать, да, могла бы помешать эта миссия. С каждым днём его влияние на народы падает. Вот это, вот эти вбросы, они ускоряют этот процесс. Вбрасывается то, что католическая церковь там одни педики. Ну, там, конечно, не одни, но много. Правильно, много. Мы тут коснёмся ещё вот этого вопроса, потому что католицизм, он отличается тем, утончённый там разврат идёт. Так же, как и у нас, у нас он, как говорится, как-то более открыт. А там закрыто и всё это покрыто мраком. И он не такой не систематический, а разовый характер имеет. Потом поясним на примере. Вот. С каждым днём влияние на народы падает. СМИ влияет. СМИ они разлагают. И плюс к тому же самому католичеству оно же служит мамоне. Сейчас мы знаем, да? Там Банк Ватикана, отдельное государство. Свобода совести, да, провозглашённая теперь всюду, вот, Свобода совести, следовательно, нас только годы отделяет от момента полного крушения христианской религии. С другими же религиями мы справимся ещё легче. Ну, другие там вообще-то малое влияние, тут сразу полтора миллиарда. А там много-много, но за каждого малого народа идёт. Но об этом говорит преждевременно. Мы поставили, поставим креликализм и креликалов в такие узкие рамки, чтобы их влияние пошло обратно своему прежнему движению. То есть доведём до абсурда это. А это как будет-то? Павский двор, значит, когда мы захотим, мы на Павский двор направим всю вот эту ненависть людей и так его представим, что люди будут готовы там уничтожить всё, весь Павский двор. И вот террором, просто террором и физическим уничтожением, там их на колбасу переделать всех этих, папу там, и это, калерикал, всех этих, педиков и медиков. А мы не дадим вот тут написано мы не дадим до конца кровопускания вот такое сделать во трёмся в доверии. Вот как пишут, да? Когда придёт время окончательно уничтожить Павский двор, то палец от незримой руки укажет народам в сторону этого двора. Вот. И палец это СМИ туда сейчас направлен. И взрыв этот, концентрация внимания, и сейчас будет вот это божья кара за вашу педрости, за вашу педофилию, да? И всё это, считай, уже католицизм бы нет. Вот. Когда же народы бросятся туда, вот считай, вот этим взрывом народы бросились, мы выступим как бы его защитниками этого папского двора, чтобы не допустить до сильных кровопусканий. И этой диверсии мы проберёмся в самые недра и уже не выйдем оттуда, пока нас, пока не подточим всю эту силу этого места. Но так и получилось, потому что мы видим, что там и финансовые скандалы были, и вот эти вот сексуальные скандалы, и вот эти, значит, продажность этих клерикалов, всё это скрыто, уже в СМИ известно, не хуже, чем у нас вот эти продворцы, там, Медведева и прочие и прочие клерикалы, как-то, Москвы, клириков, да, тоже. И вот царь Иудейский будет настоящим папой вселенной, патриархом интернациональной церкви, интернациональной, то есть уже вот мы готовимся к этому, когда вот объявит и всплывётся вот это мировое правительство, единый орган будет, а орган какой называться будет, ну как оно будет называться, Global Government, да, Global Government, и вот эта газета будет так, сайт называться, в Телеграм-канале тоже там, и по всем, по всем будет одинаково называться, и будем иметь список там, от А до Б до Чей, до Чубайса, там все будут прописаны члены этого мирового правительства. И организации будут, всё это структура расписана по квадратикам, так же, как Навальный рисует квадратики, кто строил этот дворец. Вот, но пока мы переиспитаем юношество в новых переходных верах, а затем в нашей, мы не затронем открыто существующей церкви, а будем с ними бороться критикой, возбуждающей раскол. Вот сейчас у нас тоже раскол, пожалуйста, раскол. Вот он, взрыв, казалось бы, взрыв думы, да, он именно показательный, что это диверсия. Диверсия направлена, опять же, на разрушение влияния Папы Римского, который является собственной последней Папой, и, как говорят, уже там это, что он убитый, поставил двойник. Ну, это как модно сейчас это заявлять, везде двойники сейчас стали. Вот таким образом, клоны. Ну, это такая теория для юмора. Ну, с другой стороны, вроде как бы и судить-то некого, там же клоны, поэтому мы же не подсудим. Ну, кого судить-то, у нас же клоны безответственности. Что еще такое произошло, интересно, тут, кроме этого, ну, много такого. У нас же тоже взрыв произошел. А как-то параллельно все это действуется, вот эти точки все. Ну, а про эти землетрясения, то, что там детей отравили, вот тоже, где-то 20-го числа тоже, это кучу детей отравили опять вот эти повара, кремлевские повара. Почему? Вроде как закон-то, мы же приняли закон детей кормить там первые по четверть, по какой-то класс, там и до десятый класс, уже сейчас мы приняли решение, а то они начинают помирать на уроках. Начали его, и мы решили их подкармливать. А чем? Ну, это дерьмом, это своим дерьмом, да, которое из-под нас сыпется, вот мы туда замеживаем, и дети говорят, что невозможно ничего есть. Сами дети приносят свою пищу. Вот оно постановление этой думы, да, на букву, очень непонятно, на какую букву даже, нету буквы, как назвать эту дубу. Вот, говорят, дубль и как лучше, а получилось, как всегда, потому что воровство. Они вот эти все продукты поворотом вытащат, а все остальные из холодильника туда принесут из своих, и вот эту всю мешанину замесят, там клетки какие-то на ванной. Все понятно, да, то есть коммунизм, он там продолжается. На словах у нас капитализм, а коммунизм есть, так же вот, как было вот в Новочеркасске, когда рабочие вышли, столовые тоже начали кормить, хреново, они, столевары у них, там горячий цех, а их начали тоже дерьмов коммунистическим кормить, да, а сами все воровали, вот эти повара, соответственно, да, вот, вот такие хабатские структуры, Москва хабатская, ну и вот это такое, на мой взгляд, вот эти вот, несколько таких событий, конечно, это краеугольные, ну вот, то, что неожиданно хорошо выступил, вот этот, как его ругает у нас, вот этот, спящий Джо Байден, да, неожиданно выступил тоже Трамп, он вежливо показал, что они нанайские мальчики, как мы и говорили, что это битва для того, чтобы разделить народ, а на самом деле это условная двухпартийная система для, вот именно, баланса, для того, чтобы регулировать, чтобы общество было разделено примерно половину, и чтобы ни одна половина восстания не устроила, вот для этого и нужна двухпартийная система, и в то же время все за какие-то благие цели, как бы, как бы борются, да, ну сейчас вот эта стена опять с Мексикой заморожена, и отменены все приказы, вот это вот, как бы, козыри этого, неадекват, он был неадекват, явный, потому что по нему плакал, вот этот наш 57-й километр, а может быть, они как раз в Москве-то его и подменили, под двойника-то туда уже и послали, когда он сюда приехал на конкурс красоты, отсюда уже там они слепили копию, и туда заслали, вот это коспиологическая такая теория, ну с этим мы закончим, вроде графика выполняется, хорошо, да, как раз на 20-е много такое, что сложилось, что событие, потом мы итоги месяца будем, мы все перечислим, которые вот эти на нулевые числа сошлись, ну еще хотелось посмотреть, как вот новый канал работает опять, генерал СВР, дженерал СВР, в тот раз мы показали, что вроде как бы не соврал в отношении там одного дела, вот, вроде не соврали, а в этот раз они выступили тоже, выступления, за счет отравления Пономарева и Игоря Маратовича, видите, Маратовича, и вот, этого Игоря Маратовича отравили в Лондоне, за несколько дней до Литвиненко, и по слухам этого дженерал СВР, он как раз собирался прийти вместе в кафе, туда, где Литвиненко собирался с итальянцем, с этим, с муфиозиком, и с нашим вот этим ФСБшником, Лебедев, или кто-то обо мне, я сейчас не помню, ну, на него-то хотели свалить отравление Литвиненко, но не получилось, вот, поэтому, значит, Фономарев, он что, он как бы хотел туда слить про наркотрафик, вот, который поймали вот это, в Аргентине, там, помните, мешки, и на самолете, там, по-моему, на Рыжкина самолеты возил вот этой даме с красными трусами, мешки с наркотой, и, ну, это был один эпизод, когда их поймали, а этот трафик-то был налажен, видимо, вот он и слил этот трафик, за что его и отравили, по-моему, да, он слил заранее, ну, хотел еще и сюда слить, но тут уже не дали, и сейчас генерал СВР говорит, что, значит, его траванули, собственно, занималась травлей, это ГРУ, ну, оно главное управление называлось, а сейчас он опять ГРУ называется, генштаб, ну, вот как раз мы проверим, врет этот генерал СВР канал или не врет в отношении Пономарева, а Пономарева чего, 41 год его отравили, молодой парень, и вот был важной должностью, он уже занимал председатель комиссии International Marine Organization, да, морской организации, международной морской организации, которая занималась всем вот этим, как говорится, трафиком на море, что там плавает, где какой тоннаж, какие флаги, кому принадлежит, все это дело, мониторинг велся, и вот этим занималась вот эта организация IMO, И вот он, значит, молодой, с 65-го года рождения, мы берем опять методику Пифагора и начинаем проверять. Вот он, Пономарев, Игорь, Маратович, ну видите, Маратович, Марат тоже там, по-моему, в ванне его там зарезали с водой, да, а его Пономарев таким ядом отравили, что жутко пить после него хочется, он несколько литров воды выдул и все равно помер. Это, по-моему, какой-то яд такой, радиоактивный элемент. Это полоним, а того талием, талием, да, вот этого талием отравили. Две чашки чая он выпил и в каждой чашке было по смертельной дозе, то есть он двойную дозу принял. Ну и воды много, выпил очень много. Какой день-то был? День был 30 октября, тут уже святой воды это не было, это сейчас вот святки, вся вода святая идет, набирать можно в бутыли и везде запасать на год 25-го числа будет идти. Вот если бы святой воды выпил, может, его бы откачали, а так нет. Парень, ну видите, конечно, для этой дожди подходил, потому что у него вот тут три тройки и пятерка, а здесь в снежном дне тройка и пятерка тоже логика есть. Ну, видимо, вот этот день ему больше подходит, потому что здесь именно три тройки и логика есть, а вот везухи то как раз и не было. вот таким образом. Ну, мы здесь несколько фигур посмотрели, три ключевые фигуры. Во-первых, был Иванов, Игорь Сергеевич, он был секретарь Савгеза, в это время был секретарь Савгеза. И вот у него талантливый человек с суммой 14, дельта плюс 3, прекрасная матрица, 23, 9, 9, талантливые, какие люди-то, 45 год, год петуха. Вот, это смежный день, это, видимо, не его. Хотя, может быть, ну, скорее всего, вот этот вот, потому что здесь у него 3 четверки, это не скажешь по нему. Вот здесь вот скажешь, да. Ну, кроме того, у него здесь дельта плюс 3, это больше подходит, чем вот это деструктивное. И поскольку он занимал такие важные посты, то 14, это для него нормально. А с 12 он туда не проник. Вот, вот он Пономарев был отравлен 30-го. Но поскольку это в Лондоне было, и было в театре, а в театре, значит, у нас начинается что, спектакль когда начинается? Они начинаются вечером. И вот у него на 3 дня, то есть на 2 дня и выходит 30-е, 31-е. И совпадение и тут, и там есть. И самое главное, что вот с самим им, вот это вот с самим им совпадение, кругляшочками обозначены, 4 совпадения и 3 по периферии. Вот здесь самим им. И здесь тоже, вот видите, 4 совпадения. То есть видно, что он сам принял этот яд, поэтому много у него совпадений с его днём рождения. Вот. Также 3-4 совпадений в этом и в том дне совпадения с Ивановым. Значит, он был в курсе делать через мимо совбезы, но это акцию не проведёшь. А исполнитель, если вот взять, можете сами посмотреть, я проверял, кто там исполнитель. Ну, Бортников и Корабельников. Корабельников был ГРУ, руководил ГРУ в это время. Ну, а Бортников тоже руководил. У Бортникова 4 совпадения. По второй клетке, по третьей, по четвёртой, по восьмой. А у Корабельникова тоже 4. По первой клетке, второй, шестой и седьмой. Опять подтверждение того, что этот Джонер Лосвер пока не врёт. Не врёт. Вот. Здесь тоже много было споров про отравление Литвиненко. У нас где-то было тоже не один ролик про него. Но ещё раз вот напомню. Вот. Литвиненко это он 23-го, 4-го сам по себе, да? И вот он, Литвиненко, когда окончательно он помер-то. Ноль числов с чем-то минут 23-го числа. Ноль 23, что ли, минуты. Вот. Это матрица, когда он помер. Видите? Буква Г наоборот. Вот такое дело. Ну, здесь я крест не рисую, потому что он мусульманцу перешёл. А вот такой букву Х с полумесяцем, да? Он скончался как мусульманин. Самодурный день такой. А это мы не проверяли его совпадение с этим с товарищем. Какой тут у них товарищ это был у нас? А вот этот корреспондент, корреспондент, где-то я его написал от корреспондента и не могу сейчас найти. Корреспондент. А! Скарамела. Ну, вот он, Скарамела, да? Вот, пожалуйста. А он у меня Скарамела как раз наверху есть. Скарамела. Так написал фигуру. Вот и всё. Он 23-го, 4-го, это Скарамела родился. 23-го, 4-го, 70-го, ну, или 24-го, 4-го, 70-го. Вот, скорее всего, вот это. Потому что здесь у него плюс 3, это на него не похоже. А здесь минус 12. Поэтому вот это, скорее всего, минус 12. Ну, вот такими делами. И плюс он адвокат. Естественно, вот критик, да, адвокаты, все критики, критиканы. Ну, вот такая у него матрица. И по портрету видно, по портрету совпадает эта матрица с ним. А вот с отравления Литвиненко, вот с этим днём, у него, смотрите, сколько совпадений. 4 совпадений в основной матрице. И по периферии ещё 4 совпадений. То есть всего 8 совпадений. Вот. Это Скарамела, значит. Вот он 24-го на самом деле, то есть 23-го после вечерней родился в 70-м году. Матрица такая, ну, убедительная матрица. Ясно, что он мафиозник вот из той вот бригады итальянской, которая миром руководит, да, мелкое звено, какой-то мелкий щупальца вот этого мирового правительства, членов этого мирового правительства. И Литвиненко задел же, он же многие там Испанию задел, и Италию задел, потому что и вот эта связка, где вот вот этот Берлускони, связка нашего царя с Берлускони. И вот этот момент, конечно, с Карамела вот этот и был послан. Он и был командиром, он там скомандовал вот этим обслуживающим персоналом обслужить клиента, да, по масонской системе, как Леонардо Давидович и доделал, он же тоже травил неугодных там, кого надо. Это столовая работала, разносил этот блюдо, разносил вот таким образом. Оказалось, что вот он непосредственный организатор этого всего дела. А там грешили. А потом здесь же двух зайцев они убивали, как любят у нас тоже царь делать двух зайцев убивать. И они тоже любят. Они специально пригласили вот агентов ОСБ на встречу с Карамел пригласил для того, чтобы потом все свалить на нашу вот эту систему, да, то есть подставить. Хотя возможно не было команды допустим отравлять непосредственно. Может и была, но сделали фактически люди, которые более были заинтересованы в его уничтожении этого литвинента. То есть он был не столь опасен Кремлю, сколь он опасен был вот этому мировому правительству. Он уже слишком далеко пошел крупно туда на эти страны. Испания, Испания, там она в интересах Италии очень сильная завязка с криминалом. После этого начались там большие вот недавно прошли большие аресты. Несколько сотен человек и мафия была арестована. Но это тоже мафия наличия всегда не низовые структуры они всегда страдают. А там же как у нас вот эти улюкаевы они тоже в тюрьме всегда сидят. Вор должен сидеть в тюрьме. Улюкаев значит назначен вором. А хозяева дворцов они назначены так хорошими людьми. Вот таким образом это что касается 20 числа. знаковый такой день сегодня наша очередь Жириновский какой-то будь здоров а мы пьем шампанское. Пьем не за то что там конкретно Бабин прошел победа вот этой равновесной системы которая не дает никаким внешним силам раскочегарить там ситуации когда вот хотят вот это заняли вот это вроде заняли тут только человечков не хватало зеленых монополию на власть взять что Трамп и хотел и вот вентилировали эту ситуацию они вот эти мудрецы как Америку можно как Россию уже взять ну тогда же тоже высшие спекулянты у нас и и это ГРУ отступило и ФСУ отступило и отступило ГРУ ГШ то есть эти спецназ ФСБ отступил и Альфа Беты Гаммы от Альфа до Амиги все отступили ну идите спекулянты сносите памятник разрешили мы начинаем играть в деньги вот так вот денег мало не бывает вот таким образом на сегодня славу Пифагору воспоем и пока никакого сбоя в этих прогнозах нет вот таким образом но еще что можно сказать что здесь какой день то я в тот раз говорил у нас же вот дни идут 19 9 19 9 по-моему 2021 года этого года да 19 сентября он аналогичен дню будет 12 2 а 12 2 1990 года там тоже нехороший там Душанбе по-моему где-то был такой крупный расстрел то есть восстание вот это ну посмотрим еще 23 будет вот что там у нас на 23 это но по-моему 23 ничего не должно быть особенно потому что даже многие оппозиционеры допустим Зюганов он от Навального отказался сказал что он не оппозиционер Зюганов это мы его не признаем как оппозиционер а тем не менее 23 числа будет единичка всего почти революционной той же ситуации вот она перед 25 на 24 одинаково будет единички по единичке два дня подряд и 23 и воскресенье тоже ну вот 25 только поднимется до трех до тройки потом опять будет два дня по единичке а потом будет выше выше ну и 31 только вот это у нас остаток января будет такой колебательный тоже характер все слава пухогору всех успехов всем здоровья и радости как нас учат святые люди радуйтесь встали радуйтесь всего доброго